добрый день с вами лаврентьева анастасия и мы снова поговорим об астрологии и не только сегодня мы разберем прогноз на май 2019 года но прежде давайте посмотрим с какими энергиями с какими событиями мы подходим к этому маю на украине к власти пришел владимир зеленский дата выборов его выборов совпадает с соединением солнце уран в тельце очень интересная дата кстати тем что вот эти выборы они попали на день между днями рождения гитлера и ленина в гороскопе которых раху кету как и сейчас на оси рак козерог это самая кармическая родовая ось предназначение напомню что соединение солнца урана в тельце закладывает сюжет следующих 84 лет нашего бытия ну такое происходит раз 84 года то есть чтобы уран прошел весь знак зодиака ему требуется 84 года отдельное видео подробное почему мы обращаем внимание на такое соединение смотрите на нашем канале это не только про украину на самом-то деле это о мировых тенденциях то есть вот нужно посмотреть все таки вот этот ролик подробный и о том на что нужно настраиваться в эти даты и чем все закончится также накануне я напомню полнолуние 19 апреля в срединной точке между затмениями предшествует вот этим выбором это . турбулентности стадион так стадион это туда же накануне еще чуть дальше горит собор великой матери в париже это понедельник 15 апреля очень знаковое событие о духовной вертикали мы говорили но и вообще-то на секундочку еще чуть-чуть накануне 12 апреля в пятницу наши кандидаты тогда еще кандидаты в президенты едут именно в париж то есть понимаете вот здесь очень знаковое событие из более чем 250 стран мира в кавычках выбирается именно франция и именно париж за каким таким благословением или посвящением туда поехали наши кандидаты макрон наследник меркель по европе ни один аналитик этого не заметил почему-то хочется здесь сразу же вспомнить как наш николай второй в японии в 1891 году во время восточного путешествия получает ранение или там тоже была какая-то инициация и это кстати тоже апрель по старому стилю но там тогда последовала вообще-то гибель империи не знаю что произошло но аналогия очень четко читается по поводу собора нотердам в апреле многие духовные вертикали горели но в париже после приезда наших кандидатов пришлось погореть по второму вообще-то кругу то есть накануне вообще-то уже горела церковь сен-сульпис которая считается вторым по величине парижским собором после нотердама и это было 17 марта вот этого нашего 2019 года кстати в сен-сульписи происходит действие одно из действий романа кодда винчи дэна брауна то есть вроде бы франция отстрелялась но в связи с нашими по пожарам имеется ввиду до духовных вертикали но связи с приездом наших президентов кандидатов президенты пришлось поговорить скажем второй раз хорошо но опять же мы сразу же оговоримся что мы имеем ввиду события в мире идей и никаких претензий к президентам абсолютно не имеем то здесь все происходит на духовном астральном уровне в мире не явном происходит встреча жертвоприношение разрушение старого и инициация некоего нового сюжета которая затем вот 22 23 апреля была закреплена еще и ураном когда мы говорили солнце в ураном сеется семена идей будущих меня событий так какое все-таки посвящение получил зе и в нем и мы вместе с ним нам нужно будет меня подумать в любом случае новый отсчет запущен 22 25 апреля контрольно мы получаем на магнитные бури и вот тут уже сюжет был зафиксирован окончательно в нашем разборе про соединение солнца уран мы вспоминали мифологию уран очень плодовит но совсем не факт что то что рождается на соединение солнцу после соединения солнца уран будет красиво с точки зрения человечества вот с такими энергиями мы входим в май мы очень много говорили о грядущих переменах о закладке нового сюжета и вот она уже началось и так в мае 5 19 имеем новолуние полнолуние соответственно из ретро про планету нас юпитер сатурн и плутон то есть и новое не начинаем а улучшаем и завершаем эти планеты кстати дадут реорганизацию и государственных структур там может быть экономика законы тоже что-то будут внесены на какие-то изменения но мне нужно чтобы вы думали о себе в первую очередь то есть себя меняли свои долги закрывать то есть исправляем свои ошибки отдаем долги закрываем кармические хвостики я серьезно на самом деле последний можно сказать шанс закрыть все до нашего знаменитого стеллиума в козероге в конце года и кольцевого солнечного затмения 26 декабря со сверх энергиями и скопления в луке стрельца это тоже мы с вами уже говорили 5 мая истинная сакральная точка коллагода 135 градусов от козерога правильная живина или вольпургиева ночь ну и бельтайн соответственно май мы разделили на три части забегая немножко вперед скажу что апогей вот этого мая это 31 мая когда сон будет на оси антарес альдебаран то есть на оси жесткого выбора кармического кстати солнце там в контор антисе к сатурну то есть контор антис это все равно что оппозиция к сатурну учителю жесткому справедливому а луна там в соединении с ураном ну про это конечно мы снимем отдельное видео очень надеюсь что инаугурация зеленского произойдет как-то там гораздо раньше ну на самом деле странно почему и астрологи и политологи вообще вот о всем этом молчат 22 мая затмение луной сатурна быть очень бдительными ответственными следует беречь кожу кости волосы зубы позвоночник никаких косметических операций не надо итак первая часть мая по 7 мая сатурна в соединении с кету то есть это отдача долгов пространству и карма такие наиболее ярко выраженные сюжеты наблюдайте за собой наблюдайте за теми событиями которые будут с вами происходить спасибо господи что взял деньгами это как самый такой простой вариант с 4 по 7 мая оппозиция марс юпитер битвы агрессивное навязывание своей правды ограничение финансовое проблемы с законом с загран партнерами возможно религиозные столкновения вот правда всегда одна это сказал фараон вот тут вообще не будет работать как же это ладно с 6 по 8 мая венера в квадрате к сатурну то есть будет казаться что общество социум вас не понимают уход в меланхолию покупки не рекомендуется косметические операции тоже с 9 по 10 венера соответственно догоняет вот этот квадрат к плутону роковые кармические страсти встречи и желания которые могут перечеркнуть истинное счастье и любовь а затем начинается второй период светлый не расслабляющий но напоминаю мы не расслабляемся с 10 по 15 солнце в тригоне к плутону к сатурну то есть включается сила воли организованность осознанность все очень там хорошо происходит с 12 по 16 венера все к стиле к марсу все гармонично но с 17 по 19 уже соединение венера уран то есть вот как бы импульсивность знаете ветер настроение меняется как ветер в мае до плюс на венере с ураном то есть вот это вот любовь с первого взгляда она ну сто процентов она не прочная то есть вот это вот построена на импульсе непродуманная ну конечно она будет недолговечная по всей видимости и покупки на эмоциях тоже наблюдайте за собой дальше у нас с 21 по 24 мая секстиль марс уран появится решимости действовать причем так быстро решительно быстро решать вопросы но опять же это импульсивность где нужно немножко проявить силу воли это же все-таки секстиль то есть тут аварии особенно в воздухе то есть авиакатастрофы очень вероятны опять же пойдет волна пожаров она вернее очень вероятно к сожалению погода будет меняться неожиданно и поднимется ветер тут в это же время как раз входит солнце в знак близнецов и прямо вот на входе в знак близнецов образовывается квадрат с лилит тоже очень я надеюсь что там это и но инаугурации не будет в третьей декаде мая до начала июня меркурий сделает сложные напряженные аспекты к сатурну к плутону к юпитеру и к урану то есть это очень в первую очередь конечно не благоприятно для близнецов то есть тут легко этот момент считается меркурий управитель близнецов а вообще сложно будет для учебы для заключения сделок подписания контрактов договоренностей для поездок для общения и контактов в целом а и про концовку месяца 31 мая солнце с альдебараном в общем то мы уже сказали дело в том что солнце символический президент и не только украины а луна которая в это время будет расшатана ураном это народ альдебаран вот этот вот красный глаз тельца в астрономии это когда солнце соединяется с энергиями скоплениями эфира и это очень знаковые мощные энергии если там человек президент в частности любое духовное уважаемое лицо принимает неправильное решение искушается в частности чем-то там ну все плохо заканчивается и опять же солнце это символические мы то есть понятно что президент это апогей славы и кармы народа но в первую очередь мы смотрим за собой хорошо из хорошего то что завершается последний полу квадрат уран нептун который действовал с 2018 года у многих завершится духовное взросление выход на новый уровень произойдет и завершаться хронические тяжбы также мы имеем в мае месяце тригон нептун раху божественные духовные творческие энергии ну как всегда значит где ваши мысли и сердце оттуда вы получаете энергию и будем надеяться что это будут высоко духовные творческие концентрации вашего внимания анализируйте думайте наблюдайте прогноз для всех то есть не только для украины вообще нужно понимать что киев это скипетр то есть кей петр наши предки казаки основывали свои города по всему миру и к власти ставили того кто мог держать скипетр и державу скипетр кей и петр петр камень то есть это как меч короля артура в камне понимаете а держава держать или дорожить в то есть держать энергию большого количества народа рода это очень должен быть сильный духовный и энергетически в том числе сильный человек который явно и неявно будет хранить во славу сварога мудрого дождь бога макоши рода свое государство ибо он аз который весьма мудр и устои творит родовые во времени будьте умничками будьте синхронны божественному плану будьте осознаны и светлы подписывайтесь на наш канал ставьте лайки включайте значок уведомления чтобы вам приходили наши новости пишите в фейсбук в личку с любовью ваша насти пока пока